Здравствуйте! Добро пожаловать на матч Мелбет первой лиги. Сегодня стартует шестой тур и мы начинаем на Волгоград-арене. Здесь сегодня в гостях у ротора Балтика-Калининградская. Это соседи по турнирной таблице. Они пока в серединке находятся. И это их первая встреча за без малого три года. Последний раз они играли также в рамках этого турнира еще в ноябре 2021-го. Артур Федоров из Петрозаводска. Сегодня главный арбитр. Его помощники Яков Хлебцов из Ростова-на-Дону. Александр Туркин из Астрахани. Резервный арбитр Владимир Шамара из Ростова-на-Дону. Вар не задействован в этом матче. Но вот видите, Волгоградский ротор в этом сезоне здорово начинает матчи. И забивает частенько до истечения первой 15 минутки. И атака Балтики продолжается. Передача снова нога сама. Подставляет ногу один игрок, другой игрок. А дальше невероятное! Невероятное! Никита Чегров оттуда мячи не достают. Оттуда мячи не достают даже каким-то вратарским дефибриллятором. И свою злость может начать срывать в других ситуациях, в других игроках. Но вот сейчас Балтика в атаке! И снова в деле потрясающий Никита Чегров. Ну а сейчас уже в атаке волгоградская команда. И тут на выходе играет вратарь. Калининградцев Илья Свинов. Пускай сегодня они собирают какой-нибудь нелюбимый счет. Но чтобы голов было побольше, вот первый момент явный. У ротора коллектива футбольного в Калининграде. Скоро тоже юбилей у Балтики. 23 августа 1954 года. В одной из версий мяч он теряет. Снова Тюрин превратился в самую заметную фигуру на поле в последние минуты. Левый крайний. И вот удар. Прицельный удар. Мяч летит в створ. Михаил Мальцев. У нас первый угловой. Рота. Подача. Удар и гол. И это гол капитана команды. Алексей Шумский. Первый же угловой приводит к голу. Отличная подача. Высокий игрок на приеме. И в итоге мяч в сетке ворот. Рота разобился. Четвертый мяч. Вот сейчас и пятый был. Где-то рядом. Очевидно. Перевод мяча слева направо. Оказался очень кстати. Здесь по-прежнему агрессивные действия. Острый удар. Тюрин из острого же угла. И Илья Свинов должен исключить все свое внимание. Дарушеву пока мяч никак не достанется. Из него нужно вести отчаянную борьбу. Правда слишком отчаянно боролся Мальцев. Опа! Это же красная карточка. Даже не желтая, а красная карточка. Вар, напомню, нет в этом матче. И это решение пересмотрено уже быть не может. В начале второго тайма. Чем мечтать о развитии успеха. Хотя вот сейчас атаку проводят волгоградцы. Отличный шанс. Удвоит свое преимущество. Упускает Владислав Тюрин. Классный момент. И снова Глушков. Очень полезное касание. Но сохраняет для команды мяч в атаке. Мягкий наброс. Мохаммад пришел завершать. Классный удар в ближний угол. И указывает он судье, что было касание ноги защитника, который бросился. Это был Болотов. Удар по воротам. Угловой на эти же ворота в первом тайме принес гол Ротору. И сейчас в тот же угол был направлен удар. Только уже это был угол ворот Никиты Чегрова. Но Балтика имеет хороший подбор игроков. Даже несмотря на то, что она изменила свой состав значительно. После вылета из премьер-лиги. Все равно остается в первой лиге командой, которая может играть в контроль. А здесь момент Шильникова и Гасама. Ну а тем временем воротам Никиты Чегрова угрожает Сергей Пряхин. И под удар издали очень хороший удар. Владислав Саус. Очень качественный, мощный, хлесткий удар. Мяч стелился буквально над газоном. Но как же здорово опять играет Никита Чегров. Внимание, атака 2 в 2 у Ротора. В 2 в 2. И бьет по воротам. Попадает в штангу Кухарчук. Добивает мяч в сетку ворот. Ротор забивает второй мяч. Первый гол Кухарчука за волгоградскую команду. Но для этого гола максимум сначала сделал убежавший в атаку Шильников. Это он. Была Калининградская Балтика в сезоне 2016-17 годов. Тем временем Шильников получает предупреждение. А Ротор едва не получил мяч. Который как будто рикошетом сейчас отскочил. Лидера футбольный клуб «Урал» будет принимать «Чайку» с Евгением Калешиным. А у нас все. Финальный свисток. Пошел на поле Денис Боярецов. А там его богатыри уже некоторые даже прилегли. Потому что сегодня они на родной земле одержали первую победу в сезоне.